Поселок молодежный внизу, а это опять жгут резин. Пахнет-то как сильно, да? Недавно вот приехал КамАЗ, оранжевый, привез много-много шин. И они теперь это жгут, и запах такой, воня вообще ужасный. Дым коромыслом, и это в буквальном смысле. На этой любительской видеозаписи густые клубы из котельни, сжигающие отходы, окутывают окрестности микрорайона молодежной в поселке Сотниково и Волгинского района. Дым этот появился еще с декабря, как я получила 23-го числа 2016 года, декабря. И до сих пор этот дым продолжается, я могу эти съемки снимать хоть каждый день. Я с собаками гуляю каждый вечер, по горе хожу и снимать могу хоть каждый день. То, что в котельне сжигаются биологические остатки из больниц, в микрорайоне ощущают все жители. Как эти запахи-то? В больницах-то пахнет. Биологические отходы? Ну, биологические отходы. Вечер, но воняет. Нам удалось встретиться с руководством предприятия «Байкалэкосервис», которое и обвиняет в задымлении. По словам заместителя директора, строиться здесь было нельзя изначально. Вокруг комбината по периметру проходит территория отчуждения. Вот вообще там построены дома на территории промышленной зоны. Они попадают сразу в две санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона еще не рекультивированного и не закрытого Сотниковского полигона пока на данный момент. И территория санитарно-защитной зоны наша. Эти два источника являются оба источниками вредных выбросов в атмосферный воздух. Директор перерабатывающего предприятия показывают оборудование, на котором дробятся на фракции шины и пластик. Они востребованы заводами, продаются и поэтому их не уничтожают. Сжигают биологические остатки из городских больниц. Они и вызывают неприятный запах. Благо, руководство фирмы готово пойти навстречу жителям и исправить ошибки и Волгинской администрации, выделившей непригодную землю под дома для сирот. По словам генерального директора компании «Байкал Экосервис», в данное время в Волгинском районе готовится площадка для переноса оборудования для сжигания биологических отходов. Она расположена в 3 километрах от села Ключи и в 7 километрах от районного центра. Намсарай Намсараев, Жаргал Сырендашиев. Новости дня.